Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема – исцеление слепорожденного. Часть первая. Кто согрешил, он или родители его? Евангелие от Иоанна, 9 глава с 1 по 7 стихи. Рассматриваемая сегодня история описана в 9 главе Евангелия от Иоанна. Первый стих этой главы звучит следующим образом. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения». Встает вопрос, когда и где Господь Иисус Христос вместе с учениками встретили человека слепого от рождения? Подсказки для ответа на этот вопрос дают последующие стихи данной 9 главы. «Этот человек сидел и просил милостыню». А из книги Деяний нам известно, из 3 главы, о том, что апостолы Петр и Иоанн идут к храму Иерусалимскому, именно к храмовому комплексу, и когда они подходят к так называемым красивым воротам, они встречают человека храмового, который сидит и просит милостыню. У них нет денег, чтобы подать, но они его исцеляют. Таким образом, можно сделать первый вывод о том, что, вероятно, те, кто сидел, будучи больным, и просил милостыню, находились где-то неподалеку от храмового комплекса, от храмовой горы в Иерусалиме. Соответственно, неподалеку от каких-то ворот. Вторая подсказка заключается в том, что Господь Иисус Христос, когда исцелит этого несчастного, направит его для того, чтобы тот умылся в бассейне Силаам. Относительно этого бассейна до 2004 года не было точного представления, где он находится. Бассейн Силаам был первоначально построен иудейским царем Езекии, года правления которого 715 по 686 годы до Рождества Христова, для того, чтобы обеспечивать водоснабжением город Иерусалим во время осады врага. Источник, от которого Иерусалим питался, который называется Геон или Гехон, находился вне городских ворот. Поэтому Езекия прорубает в скальной породе туннель. Этот туннель так и называется, туннель Езекии, а иногда называется Силаамский туннель. И, соответственно, там, где туннель выходит из-под земли, Езекия построил Силаамский бассейн. Вероятно, во времена Господа Иисуса Христа как раз на этом месте бассейн и находился. Однако, долгое время было неизвестно, где он находится, потому что была иная идентификация. Византийская императрица Евдокия, которая в последние годы своей жизни жила в Иерусалиме, в середине V века, как раз неподалеку от окончания туннеля Езекия, воздвигла церковь и построила небольшой бассейн. И на протяжении многих веков именно этот бассейн рассматривали как Силаамскую купель. Однако в 2004 году израильские археологи Рони Райх и Эли Шукрон обнаружили вначале несколько ступеней, а потом после произведенных археологических раскопков часть большого бассейна, который идентифицировали как Силаамский бассейн. Длиной он был 75 метров, имел трапециевидную форму, а что касается ступеней, то они располагались в три очереди, каждая очередь по пять ступеней. Предполагают, что это было сделано для того, чтобы удобнее было спускаться туда в бассейн при различном уровне воды. Так вот, этот исторически достоверный Силаамский бассейн находится немного южнее города Давидова, то есть, собственно, той самой старой части Иерусалима, которая была захвачена Давида. И это место находится на юг от Храмовой горы. Если идти пешком, то, наверное, 10-15 минут ходьбы пешком. Поэтому получается, что Господь встречает этого несчастного слепого от рождения, который просит милостыню, видимо, где-то неподалеку от храмового комплекса, на юг от Храмовой горы. И после того, как он его посылает для умовения в Силаамском бассейне, этот человек идет на не очень продолжительное расстояние, потому что он же слепой, он не видит, он идет еще дальше на юг к Силаамскому бассейну. Вопрос, когда это происходит? Евангелие не дает нам каких-то надежных сведений. Вероятно, это происходит или на следующий день, или вскоре после того, как Господь беседовал с иудеями в храме Иерусалимском, беседы, которые описаны в двух предыдущих главах. Почему, скорее всего, на следующий день или через некоторое время? Потому что восьмая глава заканчивается весьма напряженной обстановкой. И, конечно же, Господь Иисус Христос и ученики покидают храм Иерусалимский. Вряд ли у них, особенно учеников, такое внутреннее состояние, чтобы остановиться у слепого и интересоваться у Господа Иисуса Христа, по какой причине он родился именно таким. Поэтому, видимо, действие происходит на следующий день или в один из последующих дней. Проходя, увидел человека слепого от рождения. Откуда Господь Иисус Христос и его ученики узнали о том, что просящий милостыню слепой является таковым от рождения? Есть два возможных объяснения. Либо он сам для того, чтобы разжалобить людей, у которых просит помощи, говорил, что он слепой от рождения, либо кто-то из сидящих рядом говорил об этом, дабы вызвать сострадательные чувства у проходивших мимо. Второй стих. Ученики его спросили у него, «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Вопрос, который ставят ученики, достаточно странный для нас сегодня. Потому что, если кто-то, может быть, и будет разделять, первый вопрос, «Могли ли согрешить родители и от этого рождается больным ребенок?» То, конечно, в нашей современной культуре второй вопрос кажется уже несколько абсурдным, «Но как может согрешить младенец в утробе матери?» Однако и первое, и второе было предположением, некими гипотезами, которые имели место в еврейском народе в тот период. Первое предположение, что человек мог родиться больным вследствие грехов его родителей, было неправильной интерпретацией пятикнижья Моисеева, а именно книги Исход, 20 глава, 5 и 6 стихи. Цитата. «Я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Да, здесь речь идет о том, что Господь любит не только тех, кто его любит, но и их потомство. И в то же время то, что Господь наказывает не только тех, кто его ненавидит, но и их потомство. Однако, речь идет не о том, чтобы кто-то из потомков нес ответственность за личные грехи, потому что уже у пророка Иеремии сказано, 31 глава, 29-30 стихи. «В те дни» – речь идет о возвращении евреев из Вавилонского плена – «уже не будут говорить, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомено, но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомено будет». Получается, что уже у пророка Иеремии очень четко выражено, за личные грехи несет ответственность сам человек. Но в таком случае, как понимать выражение книги «Исход», что Бог любит потомков, любящих его людей, а также ненавидит потомков тех, кто его ненавидит? Речь идет о другом. Не об ответственности за грехи предков, а речь идет о том, что если человек не живет по заповедям Божьим, а живет иначе, то вот эта вот жизнь не в Боге, не в соответствии с заповедями, создает у человека определенную атмосферу, в которой воспитываются его дети. И, конечно же, дети, живя в этой атмосфере без Бога или даже противления Богу, в питву атмосферу неизбежно будут и согрешать, и поэтому навлекать на себя гнев Божий. Поэтому, если иудеи и могли ссылаться на книгу «Исход» во времена Господа Иисуса Христа, то только в том случае, если игнорировали слова и мысль пророка Еремии о личной ответственности каждого. Но как быть со вторым утверждением? Мог ли согрешить сам этот человек, находясь в утробе матери? Мы с вами ответим, что, конечно же, нет, потому что человек рождается еще бессознательным, и постепенно, мало-помалу, он приходит в такой возраст, когда начинает понимать окружающий мир и нести ответственность за свои поступки. Однако, среди иудеев, как можно сделать вывод на основании чуть более поздних раввинистических источников, во времена Иисуса Христа бытовало представление, что, находясь в утробе, ребенок, который ничего не может сделать, может что-то такое подумать, греховное, что может Бога прогневать, и, соответственно, в таком случае ребенок рождается больным, как следствие Божьего гнева. Фактически ученики, говоря «это» Господу Иисусу Христу, воспроизводят имевшее место тогда представление среди евреев. Причем, смотрите, вопрос стоит о грехе. Кто согрешил? Имеет смысл обратить внимание на греческий глагол, который используется здесь в Евангелии от Иоанна. Глагол «амартано». Отсюда происходит и существительное «амартия». Глагол означает «согрешать» в религиозном смысле, но у него также были другие значения – ошибаться, промахиваться мимо цели, допускать оплошность. И, соответственно, «амартия» – это грех в религиозном контексте, либо ошибка, погрешность. Конечно же, богословское понятие «греха» нельзя сводить к узкому определению греха, как ошибки, потому что в богословском смысле, когда мы говорим о грехе, это нечто большее. У преподобного Максима Исповедника есть прекрасное определение того, что такое грех. грех – это неправильное употребление вещей, то есть использование вещей не в соответствии с их замыслом, а замысл прежде всего у Бога. Хотя и у нас, у людей тоже имеется замысел относительно вещей. И, конечно же, если кто-то возьмет микроскоп и будет им забивать гвозди, мы скажем, «но этот человек безумен». Однако, когда люди согрешают и нарушают заповеди Божии, а иногда этим еще и кичатся, это, безусловно, нравственное безумие. Поэтому, конечно же, несмотря на то, что у греческого термина, у глагола «амартано» и существительного «амартия» есть этимология ошибки или промаха мимо цели, богословское содержание этих терминов значительно глубже и значительно шире. «Кто согрешил?» Идет вопрос о грехе, в том числе и в религиозном плане, он или его родители. Третий стих. Иисус отвечал, «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Как же так? Человек рождается больным, от этого страдает, и, тем не менее, это нужно для того, чтобы на нем явились дела Божии. Конечно, в узком смысле этот ответ Господа Иисуса Христа освещает именно эту конкретную ситуацию, когда Христос встречает этого конкретного слепорожденного. Потому что Господь в предыдущих беседах, описанных в предыдущих главах, говорит о себе не только как о Мессии, о Христе, но как о том, который равен Богу Отцу, который сам является Богом. Поэтому, чтобы явились дела Божии, чтобы явились его дела Иисуса, как истинного воплотившегося Бога. И тогда можно задать следующий вопрос. Ответ Господа Иисуса Христа в этой конкретной ситуации может ли быть распространен на другие случаи, когда рождаются больные дети? В определенном смысле да, потому что если рождается больной ребенок, то его родители и он сам должны употреблять дополнительные усилия, дабы преодолеть ту немощь, которая связана со грехом, и, как правило, силы для того, чтобы так действовать, подает Бог. Поэтому, конечно же, как только верующий человек находится в затруднении, это является причиной для того, чтобы к Богу обратиться и действительно удостовериться, что Бог помогает. Поэтому в некотором смысле ответ Христа имеет значение и для других ситуаций. Четвертый стих. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Экзегеты предполагают, что эта встреча слепорожденного произошла уже ближе к вечеру, и поэтому Господь, отталкиваясь от времени суток, приближается вечер, хочет сказать, заканчивается день, приближается вечер, все начинают отдыхать, уже никто не трудится. Но тоже касается и моего пребывания с вами. Я себя вновь сейчас покажу, как истинный Сын Божий, равный Отцу, потому что я исцелю этого несчастного. Но я буду взят от вас и, конечно же, явным образом не буду с вами пребывать. Поэтому для многих наступит ночь, но в церкви будет пребывать Дух Святой. Поэтому логическим продолжением четвертого стиха является стих пятый. Доколе я в мире, я свет миру. Он говорит о себе, как о свете, потому что сейчас исцелит слепорожденного невидящего света. Этот невидящий света увидит сначала свет физический, но это станет отправной точкой к тому, что он прозреет и духовно. Шестой стих. «Сказав это, он, то есть Иисус, плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому». Стоит греческий термин «пилос». «Пилос» — это грязь, слякоть, то есть Господь берет пыль, плюет, делает грязь и помазывает глаза слепорожденному. Седьмой стих. «И сказал ему, пойди, умойся в купальне селаам, что значит посланный». Несмотря на то, что в других случаях Христос исцелял только словом, в этой ситуации он посчитал необходимым привлечь вот такое внешнее действие, как именно сотворение грязи из пыли через плюновение и помазание глаз слепого. Для чего это понадобилось? Толкователи усматривают две причины. Первая причина — то, что сам слепой постепенно начинал понимать, кто его исцеляет. И ему необходимо было время, и необходимо было время для того, чтобы эта ситуация разрешилась, поэтому первое, что нужно было, чтобы слепой постепенно действовал, чтобы постепенно произошло исцеление. Ну а второй аспект заключается в том, что когда Господь берет именно землю, берет вот эту вот пыль и делает грязь, то присутствующие рядом и те, которые потом об этом узнали со слов исцеленного, понимают, что Христос хочет отослать присутствующие здесь к повествованию книги бытия, где говорится о сотворении Богом человека. Помните, «И создав Господь Бог человека, персть взяв от земли и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живой». Поэтому Господь, который желает показать, что Он не просто Мессия, Он больше, чем человек, больше, чем Мессия, Он здесь истинный Бог, как Бог творит человека из праха земного, так сейчас Он фактически сотворит зрение для этого несчастного, беря земной прах, земную пыль и делая через плюновение грязь, помазывает и направляет в купальню, в бассейн. Силаам, 7 стих продолжения, Он, то есть слепой, пошел и умылся и пришел зрячим. Тот идет, умывается, начинает видеть и встает вопрос, а что ему делать? Дальше будет ясно, что его призывают как свидетеля, значит, в соответствии с еврейскими законами ему уже не меньше 30 лет, видимо, немалую часть своей жизни он сидел и просил милостыню на протяжении многих лет, и вот теперь, уже видя окружающий мир, исцелившись, он пока не знает, куда идти и возвращается на прежнее место куда-то неподалеку от комплекса Храмовой горы. И, казалось бы, история должна была на этом завершиться. Произошло замечательное чудо исцеления человека, который был слепым от рождения. Окружающие должны были радоваться вместе с ним, но, оказывается, это только завязка. И последующая часть истории, связанной с исцелением слепорожденного, показывает, как он, получивший эту величайшую благодать, вынужден будет отстаивать не только свою собственную точку зрения, но и репутацию исцелившего его Господа Иисуса Христа. А те люди, которые находятся рядом, и которые должны были бы прославлять и Бога, и посланного Богом Иисуса Христа, из зависти будут пытаться найти греховность в Господе Иисусе Христе. Именно об этом вторая и третья часть истории исцеления слепорожденного. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо.